Добро пожаловать на Хайнюс! В рамках первого чтения на минувшей неделе Государственная Дума Российской Федерации решила принять законопроект, который обязывает использование на всех автомобилях, передвигающихся на территории нашей страны и стран Таможенного Союза, системы слежения Эроглонасс. Закон должен вступить в силу с 1 января 2015 года. С этого момента в случае аварии нужно будет лишь нажать специальную кнопку, и сигнал вместе с вашими координатами поступит в экстренные службы спасения. А с 2017 года система станет полностью автоматической, что позволит экстренным службам намного быстрее получать важную информацию о месте и времени произошедшей аварии. На прошлой неделе к острову Сокрович возле Сан-Франциско пришвартовалась огромная вот такая вот просто баржа, которая, как говорят, стала частью нового проекта Google по созданию плавучих дата-центров. Что касается того, как он будет подключен к интернету, никто ничего не знает. Беспроводная связь вполне возможна, но пропускной способности, вероятно, будет не хватать. Другие сообщения указывают на то, что реальной целью плавучего офиса будет распространение Google Glass. Серьезно? Что ж? Поживем-увидим. На днях в Южной Корее был открыт первый в мире виртуальный магазин. Что самое удивительное, расположен он прямо на платформе метрополитена, чтобы ожидающие свой поиск жителей Сеула могли потратить каждую свою минуту с пользой. Магазин представляет собой несколько огромных колонн и панелей, которые обклеены изображениями различных товаров, их названиями, ценниками, а также сопутствующими каждому товару QR-кодами. Покупатели сначала должны скачать на свой Android-смартфон специальное приложение, зарегистрировать в нем свой домашний адрес, после чего можно спокойно совершать любые покупки. К релизу готовится новая версия электронных очков Google Glass. Об этом Google официально объявила на прошлой неделе через свою страничку в социальной сети Google+. Компания собирается предложить различные варианты формы оправ и даже затемненных стекол. Второе поколение глаз, помимо всего прочего, получит монодинамик, вкладыш, и, вероятнее всего, заменит устройство костной проводимости звука, который используется в текущей версии очков. Однако монодинамик тоже сложно назвать удачным выходом из ситуации, особенно для тех, кто собрался слушать музыку через Google Glass. Очки поступят в продажу в 2014 году, а до этих пор лишь несколько счастливчиков с бездонными карманами смогут принять участие в это тестирование устройств. Все из нас в большей или меньшей степени пользуются видеосервисом YouTube. Ну, кто сам без греха? Но мы привыкли, что YouTube — это сервис, предоставляющий возможность просмотра либо загрузки своих видеороликов. А как насчет музыки? Ну, теоретически на YouTube можно слушать музыку и сразу смотреть клипы, но все-таки это не самый удобный способ. Но, как сообщает ресурс Billboard, ссылаясь на свои источники, YouTube планирует до конца этого года запустить свой музыкальный сервис. Новый сервис будет ориентирован на прослушивание музыки, в большей степени на мобильных устройствах, но десктопная версия также будет доступна. При этом контент будет делиться на платный и бесплатный. Огромную коллекцию лицензионной музыки сможет обеспечить сервис Google Music. Как сообщают аналитики, YouTube хочет не столько заработать денег на подписках, 10 долларов в месяц, сколько набрать широкую аудиторию пользователей. Таким образом, бесплатная версия будет тоже довольно функциональна, и можно будет прослушивать немалое количество песен. Компания «Центр идентификации» собирается стать единым национальным оператором по массовому внедрению на территории России электронной цифровой мобильной подписи, позволяющей делать покупки и пользоваться госуслугами со смартфонов и планшетов. Разумеется, такая услуга не останется без внимания потребителей, особенно она придется по вкусу слишком занятым делами клиентам. Однако стоит помнить, что в подобных изобретениях немаловажен вопрос безопасности хранения данных. В минувший вторник Турция представила первый в мире тоннель, который свяжет сразу два континента — европейскую и азиатскую части города Стамбул. Исполнив мечту султана 150-летней давности, строительство тоннеля, который пролегает на полуторакилометровой глубине под Босфорским проливом, планировалось завершить за четыре года, но задержалось из-за ряда крупных археологических открытий. Он находится на 50 метров ниже морского дна в регионе с сильной сейсмической активностью. Поэтому погруженный коридор тоннеля является сейсмостойким к землетрясению. А на этом все, дорогие друзья. Подписывайтесь на новые видео, ставьте большие пальцы вверх, приходите к нам на сайт highnews.ru. У нас тут всего полно всякого интересного. Пока-пока! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...